Сегодня в гостях Игнат, выпускник ПЛЕСС, таинственный консультант Большой Тройки стратегического консалтинга и автор телеграм-канала Big3Russia. Игнат без лишней критики и при украшивании рассказывает о своем опыте работы, коллегах и проектах. Сегодня мы размечаем мифы о лайфстайле и зарплатах консультантов, обсудим, что важно для успешной карьеры в Большой Тройке и разберемся, как не попасть на проект, после которого придется уйти из фирмы. Игнат, расскажи, пожалуйста, как ты вообще решил вести этот канал? Моя зацель начальна была рассказать о консалтинге изнутри. О консалтинге очень много чего написано. Написано во многом языком, скажем так, HR-языком. То есть он такой отполированный, рассказывает только о положительных сторонах. Да, там, конечно, в Скорс говорится о том, что нужно много работать, но обычно на этом все и заканчивается. С одной стороны, мне хотелось рассказать, как она на самом деле. Второе. Когда я уже подписывал непосредственно оффер на выход, я до этого перечитал очень много ресурсов, в том числе относительно компенсации. В основном епток. И информация там либо очень устарела, либо люди там целенаправленно врали. И когда я подписывал оффер, сумма была ниже, чем в среднем там показывалась. И она все равно очень хорошая, но меня это немножко расстроило. И тогда я понял, что вот эта общая помешанность на том, какие зарплаты, и из-за этого очень большое искажение этих цифр, оно не очень хорошо работает на сторону покупателя. Обычная сторона сотрудника. И тогда мне стало интересно попробовать со временем рассказать, в том числе и об этом. То есть это был на время какой-то толчок, но потом же решил рассказать в целом, как там, как что и так далее. Это такой крик души, чтобы избежать асимметрии информации. Да, да. Отчасти да. Да, это первая моя мотивация, вторая была из-за того, что мне казалось, и до сих пор кажется, что это увлекательное путешествие, вся история с консалдентом. Мне хотелось ввести дневник того, как я себя чувствую, что я вижу, а потом через было два-три, просто не забыть, и это осталось на себя. Стол его ввести? Да. Полудневник, полуинформационный ресурс. Расскажи, чем занимаются управленческие консультанты и зачем их вообще нанимают? На самом деле, два разных вопроса. Начну по порядку, чем занимаются. Ну, есть тоже много в двух сторон посмотреть. Если смотреть на каждое дневное, утрировать, то есть у консалтинга сейчас немножко отступление. Есть, скажем, так сказать, юнобилисты и есть хейтеры. И у состроенных хейтеров есть такая легенда, что консультанты, они сидят и делают слайды, либо сидят в Excel. В целом, процесс отописывает, но они описывают суть. Вообще, консультанты, как мне кажется, выполняют роль, в первую очередь, двоякую такую. Во-первых, это помощники, то есть когда у клиента не хватает каких-то рук, ресурсов, времени, умственных способностей в большом количестве, чтобы, допустим, придумать стратегию. Опять же, придумать звучит очень просто, но это несколько месяцев работы, общение с клиентом, поиск информации. Ну, в общем, хороших часов работы. Тогда они нанимают консультантов, либо второй вариант. Это консультанты в роли терапевтов, психологов, наверное. То есть клиент приходит к психоаналитику и говорит, вот знаете, у меня проблемы. И тут я начинаю там, давайте поговорим, а вот что здесь, а вот что здесь болит. Почему? Давайте вместе вот это решим. И в данном случае зачастую консультанты играют роль в что-то вроде врачей бизнеса. Я бы сказал, если говорить вот про уровень ниже, про тех, кто, собственно, делает эти слайды, кто проводит ресерч, то да, наверное, я бы сказал, что главная задача консультантов, что, в общем, мы и делаем, какую ценность мы приносим, мы говорим просто о сложном. То есть есть какая-то сложная ситуация, есть очень много факторов, и никогда нельзя полностью описать ничего, нельзя построить, условно говоря, какую-то модель прогноза. И мы стараемся, условно говоря, выделить из тысячи факторов три, которые, скорее всего, являются основными. И вот на основании их что-то рассказать, рассказать какую-то историю, рассказать клиенту об их проблемах и понять, что делать дальше. Не считай, это работает, но, как мне кажется, опять же, кажется, ну, если бы вся задача консультантов сводилась, опять же, к негативной легенде, нарисовать стратегию и отдать ее в стол, то мне покупали бы консультантов. То есть есть клиенты, которые покупают постоянно и по многу раз, и видел, как они оставались довольны, поэтому я считаю, что в большинстве случаев консультанты действительно приносят цену, то есть мы действительно помогаем компаниям заработать больше денег. Ну, то есть это такой способ, как бы, дать уверенность клиентам, сказать, как вам кажется, проблему можно свести вот к этому и таким образом решать. А чтобы решать, то делать то-то, то-то, то-то. В том числе, обычно, в чем бракет консультантов, особенно со стороны какого-то middle-managed клиента, что вот пришли консультанты, сказали, что мы так все знаем, и после этого начали работать. Ну да, а что мешало, допустим, если... Это было задать уже middle-managed вопрос. А что тебе мешало, допустим, довести эту мысль до менеджмента? Ну вот, меня же не послушают, я же не консультант. И у меня времени нет. И вот это есть ответ. Для этого мы нужны. Это не задача внутреннего менеджмента это делать. Их зачастую и не услышат. Да, приходится нанимать дорогих людей со стороны. Ну, так работают люди, так работает система, которая состоит из людей. А какую пользу может принести совсем молодой консультант? Вот представь, пришел студент после универа, как бы соображает хорошо, толковый парень или девушка, но при этом опыта в бизнесе ноль. И тут его или ее отправляют куда-нибудь на шахту, в Сибирь, что-то там оптимизировать. И как бы, какую ценность может такой человек принести там, работая с людьми, которые на 30 лет старше и гораздо опытней? Ну, я могу сказать, как человек бывший в такой ситуации. Собственно, поначалу со стороны кажется, что никакой. Но проходит недели две, может даже три. И если ты нормально работаешь, ты первое время стараешься не светиться. У тебя мало опыта, ты слушаешь все, что говорят клиента захлеб. То есть главное молчать первое время. И у клиента часто опасение, что вот призывнее, скажем так, молоденьких студентиков, ну, на самом деле ценность приносится. Расскажу сначала, какие условия способствуют. Во-первых, никогда команда не состоит полностью из молодых сотрудников. Никогда тебя не отправят одного. Как минимум будет менеджер, который разбирается в этой теме. Или как минимум будут коллеги, которые уже работали в этой теме. То есть ты являешься одним из, условно говоря, трех-четырех человек, у которых нет совсем никакого опыта в этой сфере. И ты за ними смотришь, они тебе подсказывают, если ты правильно все делаешь, то ты очень быстро начинаешь учиться. Соответственно, я еще раз повторяю, если ты никогда не будешь один, тебе всегда помогут. С другой стороны, когда работают в этой компании, они очень долго, из-за того, что в целом, они, наверное, довольно способны, ребят, все очень быстро учатся. Если ты за две недели не разобрался в том, как работает бизнес, не разобрался в терминологии, в каких-то минациях, то, наверное, ты такой себе консультант. Обычно все разбираются. И после этого твоя главная задача в том, чтобы принести взгляд со стороны. Условно говоря, у тебя есть опыт работы в других проектах. И если, к примеру, это идет операционный проект, то у тебя есть опыт операционных проектов в другой индустрии, в другой сфере. И ты оттуда опыт транслируешь себя. На самом деле, и это, кстати, меня немножко научило как раз такие вот работы в консультинге. Понимаешь, что никакого рок-сайенс в целом нигде нет. Есть количество времени, которое нужно потратить, чтобы привносить что-то осмысленное. Но это все реально. И, соответственно, если возвращаться к вопросу, какая ценность, то я думаю, что, во-первых, это взгляд со стороны, а, во-вторых, это упорядочение той информации, которая у них есть. Они знают детали, но не видят большую картинку. И мы как раз здесь, чтобы показать им большую картинку, чтобы показать, как она все работает. Поэтому я думаю, что ценность в любом случае есть. У нас задача не стоит оставить лучше них в экспертных в их индустрии. Такой задач не стоит. А стоит задача им помочь в том, что они не могут это сделать. Они как раз зачастую это не могут. Зачем так много работать? По 16 часов в день, там, бывает, я не знаю, не спать пару дней подряд. Если это можно сделать, или можно ли это сделать вообще, работая нормальный рабочий день, хотя бы до 7-8? Мне кажется, это сделано во многом потому, что час работы сто очень дорого. Консультанты в целом проекта, то есть считается по количеству часов каждого сотрудника. Понятно, что на разных позициях разные ставки, но в целом, чем больше идет проект, тем, соответственно, дороже для клиента. А так как цены и так большие, и партнерам приходится торговаться, забрасывать какую-то стоимость, то расширять сроки проекта нельзя. Потому, что это вылечит издержки и снижает норму прибыли в целом. В целом, довольно высокое, на которое все держится. И поэтому сюда ставятся сжатые сроки, в которые ты просто не успеешь сделать все за 7-8 часов. Дело в чем? Есть определенная внутренняя планка качества, которая держится, с одной стороны, на врожденном перфиционизм всех участников процесса, потому что все консультанты перфиционисты. С другой стороны, она держится на куче этапов проверок. Сначала смотришь те же самые слайды с менеджером, потом ты их смотришь с партнером, а после этого еще с клиентом. То есть, эти итерации, происходит только то, что количество изменений, добавлений. Главное, что это полностью безопасны слайды, скажем так, слайды для клиента, чтобы они, как минимум, не навредили, в данном случае. И это все отнимает много времени, и, конечно, позволяет иметь качественный материал на выходе, но отнимает очень много времени. И поэтому, я думаю, что получается именно такой ненормальный рабочий день. Второе, здесь тоже принцип, что клиент всегда прав. Консалтинг – это, прежде всего, услуги. Клиент first. И поэтому, если что-то надо подготовить, если встреча с клиентом – это должно быть качественно, должно быть срок в любом случае. Если какая-то встреча переносится назад, а материала нет, то никто не скажет, ой, у нас, знаете, не подготовлены, давайте мы все-таки на неделю перенесем. Нет. Это значит, что нужно подготовить именно к этому сроку. Это непредсказуемость, она обносит как раз-таки вот эти огромные часы. Расскажи о LiveStile, пожалуйста. Знаешь, несколько лет назад была статья на каком-то сайте про консультантов, которые прожигают жизнь, ходят по клубам, там, потребляют наркотики в каком-то огромном количестве и тому подобное. Вот это вообще похоже на истину? Я, конечно, наверное, не всех еще хорошо знаю, чтобы прямо насудить. Но что могу сказать? По мне, консультанты, наверное, одни из самых, с точки зрения лайфстайла, скучных людей. А к определенному моменту, после трех-четырех лет или двух лет в компании, в фирме, консультанты начинают жить в одном ритме. То есть, по будням ты работаешь, в пятницу ты обычно тоже работаешь, а в субботу, в воскресенье какое-нибудь хорошее, дорогое место где-нибудь в центре Москвы с семьей или с друзьями. Собираешься по выходным, может, ввыезд небольшой, поездка или что-то связанное с каким-то видом спорта. Плюс это спортзал в течение недели несколько раз обычно, если брать, позволяет. Плюс помешанность на здоровом питании. Вот такие вот вещи. Если ты не будешь следить за своим режимом, за тем, что ты ешь, сколько ты занимаешься и так далее, то ты просто не выдержишь этот режим. Я думаю, что в принципе, как раз таки к тому времени, через три года, остаются только те, кто этот режим горит, им фаворитм удерживает, а выдерживает его наиболее скучно. Ну, то есть, они классные, но вот какого-то отдыха в стиле отрыв от них я во всяком случае не видел. Может быть, я чего-то не знаю, или они очень хорошо маскируются, но пока, мне кажется, прям все грамм так. А что касается лайфстайла рабочего? У тебя на канале было очень интересное обсуждение про одежду. Мне казалось, хоть я и сам родил в консалтинге, думаю, странно вроде, купил костюм и все, и ходишь в нем. Но ты рассказал подробно, какой марки нужно покупать, чтобы галстук себя с собой иметь и тому подобное. Расскажи сейчас об этом, пожалуйста, поподробнее. Это, конечно, всегда все очень индивидуально. в консалтинге очень все сильно зависит от проекта и от людей, с которыми ты работаешь. Ну и понятно, что это клиенты тоже. К примеру, на некоторых кейсах поступало требование от клиента, что нужно ходить в костюме и галстуке. Ну, надо, значит надо. на некоторых кейсах это было требование менеджера или партнера. То есть, в целом, есть просто определенный гайд, что можно покупать, что желательно покупать, что нежелательно, ну, чтобы не приходить к клиенту в рубашке Zara, допустим, потому что твой час стоит от нескольких сотен долларов и клиент должен видеть, за что он платит. Это звучит довольно странно, но в том числе это бизнес основан на впечатлениях. Потому что мы работаем прежде всего с людьми, главное, чтобы они были довольны. Слушай, а хендер? Хотя, наверное, красненькие вряд ли с полоски. Ну, в зависимости, в офисе можно ходить с целого. Не походим? В сутках нет. И если речь идет о работе на стороне клиента, там тоже все зависит в принципе. Можно ходить в футболке, в джинсах, если это давний клиент, если это в целом шахта. Да. Если нет встреч каких-то важных в этот день, то есть все очень индивидуально уже обговаривается. В офисе обычно все ходят как хотят. А вот на клиенте уже поэтому обычно всех висит костюм-смену в офисе галстук на случай даже если ты в офисе футболок сидишь и в джинсах, что если вдруг встреча с клиентом, что-то сразу берется, поехать. Как построить успешную карьеру? И какими качествами, на тот взгляд, обладают успешные консультанты, кого ты видел? я бы разделил. Во-первых, по сути дела есть три больших роли в консалтинге. Первое это собственно консультанты, все, что находится до менеджера, независимо от позиции. Примерно люди выполняют одно и то же в плане, сложность меняет, но работа примерно похожая. Второе это как раз таки менеджер и третий партнер. Это три абсолютно разных роли, так как я не менеджер, не партнер, расскажу про то, что я знаю, то есть именно про опероблок. Что можно тут сказать? Я думаю, что нужно обладать как минимум несколькими качествами, то есть во-первых, нужно любить свою работу, это самое главное, потому что если ты не любишь то, что ты делаешь, если ты не кайфуешь, не прям каждый момент времени, сидя в Excel или делая слайд, но в какие-то моменты несколько раз в неделю ты должен чувствовать такие моменты, что блин, круто, что это все дело. Если этого не будет, то я думаю, что все это очень быстро заканчивается, потому что очень большие рабочие часы, и со временем ты не можешь себе объяснить, если ты не будешь любить это дело, ты не можешь объяснить, зачем ты это делаешь, потому что тяжело, это не 8 часов, на самом деле разница очень большая. И второе, что нужно, нужно уметь быстро учиться. То есть консалтинг это не про то, что ты делаешь ошибок, все делали ошибки, но если ты делаешь постоянно, не учишься, не справляешься, то очень быстро ты закончишься карьеру. Соответственно, нужно быть очень чутким, особенно к фидбеку, потому что вот эта обратная связь, она не всегда дается максимально резко. Это зависит от человека, который скажет, Игнат, ты мудак, конечно, не так, но смысл будет такой, и ты это поймешь. А может быть и так. Да, может быть и так. Кто-то, кто более прямолинейный. А некоторые скажут, знаешь, Игнат, у тебя есть в этой сфере небольшое место, скажем так, небольшое место для развития. Есть куда развиваться здесь. Что, в принципе, в переводе будет означать чувак, ну ты обосрался. Возможно, важно понимать этот нюанс, понимать, понимать, с кем ты работаешь, что тебе говорят и как, очень быстро впитывать и исправлять. Третье, наверное, это что-то более враждем, нужно быть персимционистом, нужно очень структурно мыслить, потому что если ты будешь все делать механически, не будешь понимать, зачем ты это делаешь, не будешь способен разложить задачи на элементарные куски, их выполнить, то ты тоже ничего не протянешь. В консалтинге только на самых-самых низких позициях нужны исполнители и то с первых же дней стараются, чтобы ты был как бы можно более автономно. Соответственно, идеальная ситуация, это когда ты консультант, приходит к менеджеру и говорит, вот мой кусок работы, я считаю, что нужно сделать вот так, вот так, вот так, мне нужны вот такие и такие сроки, и я собираюсь делать А, Б и Ц. То есть, это едва ли ситуация, когда менеджеру не приходится вообще ничего говорить. Конечно, такое происходит не всегда, но если человек будет обладать такими тремокачествами, любовь к работе, умение обучаться и способность структурно разделять проблему и решать, то я думаю, что у человека все будет хорошо. Расскажи о партнерах, с которым ты работал. У тебя был очень интересный пост про какого-то классного партнера, которым ты работал и который тебя очень сильно вдохновил. Расскажи о нем. Да, это был иностранный партнер. Конечно, у нас есть и местные российские партнеры, которые тоже очень крутые. Но об этом, именно об этом человеке меня поразила его способность с одной стороны быть хорошим партнером, или как он общается с клиентами, ему достаточно полу-пар расслабнуться и вовремя ставить какую-то фразу, чтобы клиент, который был очень зол и был готов порвать нас на части, стал мило надобро. Я не знаю, как мне получалось и вот именно что он сделал мне все такую роль. Второе, при всем при этом, что он партнер, он не не очарался того, чтобы засучить рукава и саму сделать какую-то часть контента. То есть, не сам скорее, а помню, как просил посмотреть мне одну штуку, я посмотрел, ко мне пришел и за полчаса мы данные ресерчили, мы их осмотрели и так, и так, и так, и так. Он говорит, если ты хочешь донести эту мысль, лучше ее так сформулировать, так положить на слайд. Мне очень понравилось, насколько он с одной стороны делает реально очень крутые советы, при этом не держит большую дистанцию. И третья вещь, или он тренировался, или это действительно так ему правда интересно, что происходит у каждого члена команды. Может, он очень хорошо имитирует свой интерес. Да я бы так не выдержал постоянно спрашивать о чем-то, слушать, рассказывать. Он очень любит людей. Вот это, наверное, ему очень сильно помогает. Геннад, расскажи об ужасных проектах. Потому что о классных, понятно, мы можем увидеть на тех же видео Макинди, Бэйн, и Си Джи в большом количестве. Да, действительно, там правда рассказывают. А вот расскажи то, о чем обычно рассказывать не принято. В чем заключается ужасный проект? Какие бывают его признаки? Как его можно избежать? Ну, вопрос сложный, потому что я не нашел до конца до него ответ, особенно про то, как определить. Но относительно ужасного проекта могу сказать, что в целом он определяется матрицей двух осей. С одной стороны это рабочие часы, с другой стороны это субъективная ценность того, что ты делаешь, которые ты воспринимаешь от своей работы. То есть если у тебя могут быть большие рабочие часы, но если ты при этом считаешь, что ты делаешь классные вещи, это абсолютно круто. Но если ты считаешь, что ты делаешь в днем, даже если это будут нормальные относительные часы, то проект будет казаться ужасным. Главное как мне кажется, это не столько часы, потому что есть конечно разница, большая разница между работой 60 и 8 часов, но если у тебя 8 часов, где ты понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, тебе круто, и ты много мучишься, то это не ужасный проект. Самое ужасное это когда 8 часов и ты еще ничего не понимаешь. Обычно после таких проектов люди уходят с консалтинга. Я думаю, что самое главное есть несколько факторов, которые добавляют 10% вероятности или 5% к тому, что это будет ужасный проект. Это либо индустрия, тип проекта, операционный проект, стратегия, это величина команды, насколько она большая, опять же новый клиент или не новый. Все это достаточно важный фактор, который могут склонить час часов. Но что я понимаю, те проекты, которые считал ужасным, выходили в итоге очень классными. И я по этой системе скорил и наоборот. Те проекты, которые считал бы очень классными, они в итоге оказались не очень. Но я нашел один фактор, который влияет практически не 100%, но 95%. Но всегда был определяющий фактор это люди. То есть люди, с которыми ты работаешь. То есть не важно, что ты будешь делать, абсолютно не важно. Важно, с кем ты это будешь делать. Если на самом крутом проекте, на который ты хочешь упасть, ты видишь менеджер, о котором плохие отзывы определенные, потому что сюда нужно перекладывать прозвание тех, с кем ты работал, делал такой due diligence, потому что отношение тебя его тоже делают. Когда тебя берут или не берут на проект и если понимаешь, что человек не очень, как менеджер не очень, или партнер не очень с определенными проблемами, то лучше не стоит. И наоборот. У меня был один случай. У нас был абсолютно бессмысленный проект. Он правда был короткий довольно в плане бессмысленный для клиента, для нас. Для меня он лично был смыслный, я в многом научился, но там я работал со командой и это был очень классный проект, потому что мы где-то понимали, что эта вещь бессмысленна, мы можем тут сократить, здесь это не сделать, сделать что-то другое и принести хоть какую-то пользу клиенту. Поэтому главное это люди. Три вещи, за которые ты любишь свою работу? Три вещи. Постараюсь коротко, первое это обучение, консалтинг для меня прежде всего это университет. Я наверное нигде за такое короткое время не учился, столько, не помню такого. Второе это люди, с которыми ты работаешь. Туда попадают в основном неординарные люди, с разным бэкграундом. Я шел туда в основном за каким-то опытом, за какими-то знаниями, а как мне кажется получил очень хорошо. Очень много хороших крепких товарищей, с которыми ты вместе ночами что-то делал. Это очень круто. Третья вещь, которую я люблю, это возможность выхода. Потому что твоя работа в компании Большой Тройки это определенный сигнал к твоему будущему работодателю. Это то, что останется с тобой до конца. это как хороший университет. И по отношению риска риск-реворк, то консалтинг это одно из самых классных мест. Консалтинг это относительно большой риск и относительно большое вознаграждение не только денежное, но и твоего окружения и возможность выхода. Три вещи, за которые ты не любишь свою работу. Самое главное это то, что твоя работа не всегда является объективно нужной. То есть очень многие вещи, которые ты делаешь не всегда оправданы, но их часто приходится делать. Они как мне кажется объективно, они нужны. Они не нужны ни клиенту, ни нам, но ты все равно делаешь, потому что так надо. Какие-то слайды обычно процессные, какие-то куски анализа, которые нужно убедиться второй раз, что ты все делаешь правильно. Это какие-то слайды, которые тут в быкап. Никто их никогда не увидит, не посмотрит. Ты делаешь, ты понимаешь, что в принципе все уже понятно, но ты почему-то их делаешь, все равно их надо сделать. И это иногда демотивирует. Вторая вещь, это то, что консалтинг это очень требует или девушка, которая требует всего твоего времени, всего-всего. Есть несколько оправданий, в которых ты можешь забирать себя обратно. Это семья, спортзал, такие вещи. но ты никогда не сможешь сказать. Знаешь, я в чемпионате суди пораньше, потому что друг давно не видел. Конечно, ты можешь сказать, если фаза практик нормальная. Но, например, в спортзал ты уйдешь намного легче, потому что это правильные вещи, на которые ты можешь тратить в себя свое условное рабочее время, а от рабочего времени все, в которое ты не спишь. И, соответственно, меня в этом плане тяжело, потому что я не готов ставить фишки только на одну. Долгосрочно это неправильная стратегия. То есть нужно выбирать. И, если хочешь быть успешным, в консалтинге нужно отдавать все свое время. Это, в принципе, логично, но я не могу сказать, что это любил. То есть нет какой-то границы, что сейчас работаешь, а сейчас не работаешь. Ты в воскресенье можешь работать. Третья вещь, она часть связи строит не только консалтинг, это в целом любая компания. То есть есть иерархия важности. То есть на первом месте клиент, на втором идет фирма, и на третьем идешь ты. И ты идешь на третьем месте, не на первом, не на втором. Поэтому, если клиенту будет нужно, если фирма будет нужна, то любые твои интересы, они хочешь ты того или нет, они отступают на задний план. Ну, опять же, да, зависит от того, как ты можешь продвигать, оставить, но изначально ты изначально в более выгодной позиции, хочешь, нет, и подстраиваться приходит на тебя. Я это вижу в одно уровне младших консультантов, так и вплоть до партнеров. То есть фирма всегда значит больше, чем твои интересы. Условно говоря, у тебя был запланирован отпуск, и его могут вполне спокойно отменить за несколько дней. тебе вернут деньги за билеты, но это абсолютно стандартная ситуация, если это нужно будет для проекта. Это, наверное, особенно сильно касается выбора проектов. Ты говоришь, я хочу делать какую-нибудь стратегию для IT-компании, если вдруг такая даже есть, а те говорят, слушай, ну у тебя есть опыт в оптимизации работы, я не знаю, опять те же шахты, про которые мы сегодня говорили, вот ты делаешь шахты. Нет, я хочу делать эти, нет, слушай, client first, ты делай шахты. Вот там, где-то далеко в Сибири. Но я не хочу ехать в Сибирь, я уже там был, извиняй. Да, да, это факт того, что твои интересы всегда являются третьим месте, опять же, ну это нормально. По-другому это не может функционировать, ты либо должен с этим смириться, либо ты не смиряешься и уходишь. это три вещи. Игнат, а давай поговорим о позициях разных, которые есть в консалтинге, о грейдах. Чем человек занимается на определенном грейде, какую зарплату может получать? Я бы начал с долевого грейда. Есть студент-стажер, это позиция еще не консультанта, это позиция слушай, эй, слушай, мне нужно нагуглить там 10 вариантов вот этого. Человек сидит и гуглит или есть там подъев, который нужно переделать. Это ты говоришь про всяких part-time интерна? Да-да-да. Да-да-да. Мне просто сейчас задают вопрос из-за того, что путаницы в названиях в нескольких позициях называют стажерами. Но part-time поэтому я и хочу его отделить, это довольно странная работа, которая совершенно не похожа на работу консультанта, это более механическая, менее требовательная к способностям работа, это именно для студентов. Это part-time интернат макиндзи, кейс с опором BCG и в бене тоже что-то. Соответственно, это не консультант. Если, опять же, говорить про какие-то штатные позиции, то, в первую очередь, это называют стажер, но на самом деле это не стажер. Это уже полноценный full-time, на который ты работаешь как бы была единица. Дальше идут несколько грейдов, есть бизнес-аналитик, есть старший бизнес-аналитик асоуши. Это все, в принципе, степени одной и той же работы, то есть у тебя не меняют задачи, ты просто растешь. У тебя больше становится кусок работы. Твоя степень автономная расти? Да, да, да. Именно. То есть растет зарплата. Именно на этих начальных позициях она начинается так, я говорю сейчас в месяц в рублях чистыми. Без бонусов? Да, без бонусов. Она начинается сход сотни, заканчивается, если мы говорим про асоуши, то в районе там 400-500 тысяч. То есть я уж точную цифру не помню, к сожалению. То есть дальше идет уровень менеджера, он получает там не сильно больше, чем асоуши, то есть где-то там 1600 месяц, ну 500-600. А дальше идут, их часто называют директорами, младший партнер, они еще немного больше зарабатывают, то есть плюс, там минус, плюс 200 тысяч в месяц. А дальше идет партнер. Это уже абсолютно другая история, их компенсация до сих пор покрыта тайной, но я предполагаю, что год она примерно в районе миллиона евро гроз, плюс-минус, как мне кажется, там очень все вариативно, там все зависит от того, как ты работаешь, как партнер, но соответственно, это получается около 4 миллионов чистыми в месяц, ну точно есть, может быть меньше, ну примерно такой порядок, вот это примерно относительно позиции и компенсации. Расскажи, что ты думаешь о рисках для консалтинга в России и в мире в целом. Поясню. В России часто возникает риторика давайте выгоним все иностранные компании, ну не все, там большинство, давайте выгоним иностранных консультантов, пусть работают русские. А в мире почему обсуждают там про консалтинг, какие есть вопросы, типа многие говорят, а давайте автоматизируем консалтинг, давайте введем искусственный интеллект, натравим его на бизнес и в общем люди, консультанты не будут нужны. Что ты думаешь по всему этому? Я думаю, что ни того, ни того не случится. Начнем с первого. С России на самом деле наше правительство там правительство Лорода некоторых регионов очень плотно сидят на консультантов. Ну то есть только на большой тройке в том числе, на большой компании большей части ворки не только кстати, на стратегических консультантов. Я точно знаю, что многим ведомствам даже законы пишут иностранные юридические фирмы. То есть это очень плотный симбиоз и скорее риторик идет и остается только риторикой. Ну и максимум там один проект сократят и это в принципе никому не нужно. Дело в том, что хоть компания иностранная, но не работают русские, работают граждане Российской Федерации в основном и не думаю, что что-то передается или утекается, потому что прежде всего компании зарабатывают деньги, потому что хоть если хоть раз их уличат там, что они что-то передают, то все закончится очень быстро, деньги никто не хочет терять. Ну это значит, это как запретить в России айфон. Теоретически он тоже мог бы все в Америку передавать, но почему-то депутаты в Госдуме ходят с айфонами и никто не парится. Здесь то же самое, так что я думаю никаких проблем у консалтинга в России не возникнет, более того, то что я вижу в последнее время, сотрудничество с госсектором расширяется, потому что появляется больше денег у них, если говорить про мировые бренды, то я думаю, что тут надо разделять. Умрет ли стратегический консалтинг в виде мы нарисуем вам красивую презентацию и за нее возьмем деньги, дом в принципе уже умер. Именно в таком ключе. Умрут ли компании Большой Тройки очень сомневаюсь. Дело в чем, стратегический консалтинг это такая большая химера, которая пожирает мелкие зарождающиеся отрасли. А вот допустим диджитал сфера все компании Большой Тройки работают над созданием диджитал практики, то есть трансформация бизнеса. Соответственно, когда появляются какие-то новые течения, управление, насколько я понял, управленческий консалтинг их просто интегрирует. Тоже самое операционный консалтинг, который раньше был абсолютно другой сферой, теперь абсолютно нормально практикуется компанию Большой Тройки. И здесь что еще могу добавить? Любой консалтинг это прежде всего человеческий бизнес. То есть ты работаешь с людьми. Никогда никакая машина, никакой автоматический советчик не заменит эту функцию. Да, наверное, можно будет сократить штат консультантов со временем что-то автоматизировать, но тем не менее партнеры тебе все равно нужны люди. И больше шансов, что сохранить как раз-таки у больших фирм, нежели у каких-то стартапов в ближайшее время. Ну, это мое мнение. То есть Сумера консалтинг выживет, ему ничего не угрожает, он просто будет трансформироваться, он уже трансформироваться. В общем, при желании можно идти работать. Готов потратить 16 часов в день на работу, но чему-то научиться работать классно или не иди. Да, это классная школа, на самом деле. Без шуток, я считаю, что это один из лучших стартов карьеры, который возможен после университета. То есть я не знаю относительно если идти после МБА, потому что у меня нет МБА, но если говорить про работу после университета, то это одно из лучших предложений России во всяком случае. Понял. Спасибо, Игнаш, что так все подробно рассказал. Спасибо, что пригласил. Если у кого-то будут вопросы, пишите в комментариях, постараемся ответить. А еще лучше пишите Игнату напрямую в его канал. Там вы узнаете кучу всего классного. Все, всем спасибо, до связи. ПОСИБОМ.